Уважаемые дамы и господа, добро пожаловать на Международную научно-практическую конференцию секции 3.8 «Инклюзивность в образовании и контекст Казахстана». В этой сессии у нас есть целый ряд прекрасных спикеров, которые будут обсуждать этот важный вопрос. Меня зовут Бахет Жуматай, я директор НИШХБН из города Казаларда, и я буду модератором. А сейчас я хочу дать слово госпоже Фелис Полат, профессору высшей школы образования Назарбаев университета, у которой есть две степени магистра. Первое – технический университет Анкары, и второе – Манчестерский университет, где она продолжила потом также докторантуру и получила звание доктора наук. Также она участвовала в огромном количестве проектов, является автором целого ряда публикаций в сфере инклюзивности. И профессор Фелис Полат расскажет нам о предварительных результатах исследований. Большое спасибо. Я приветствую всех. У нас, конечно, не так много времени, поэтому я постараюсь очень кратко дать обзор этого исследования. К сожалению, здесь написано только мое имя. Пожалуйста, сделайте на полный экран. А, да, конечно. Спасибо. Дело в том, что в этом проекте участвовал целый ряд людей – Дженни Таумер, Кати Малун, Балу Нива, Айжан Рамазанова и так далее. То есть все они были участниками этого исследования. А здесь указано только мое имя, и мы уже завершаем второй год этого исследования, будем переходить к третьему году. И поэтому там накоплен очень большой материал. Но я расскажу только о краткой части материала. Здесь я хочу вам объяснить, каковы цели исследования и задачи исследования. То, что касается развития представлений о потребностях детей с ограниченными возможностями в среде раннего воспитания. И мы на второй фазе отчетов проводили встречи со стейкхолдерами, включая учителей, преподавателей. И я расскажу о тех выводах, которые мы вынесли из разговоров с учителями. Как я уже сказала, мы проводили интервью, конечно, и с директорами школ, с заводами, с другими старшими работниками. И также мы встречались с сотрудниками органов образования, другими государственными органами. И в целом к 31 интервью мы провели с учителями, с преподавателем. И пришли к некоторым очень интересным результатам. Может быть, многие из вас не будут удивлены, мы тоже сталкивались с подобными исследованиями. Но, тем не менее, давайте я вам расскажу, откуда мы брали свои данные. Мы проводили исследования в пяти городах. Нур-Султан, Алматы, Караганда, Ахтабе, Туркестан. И мы проводили интервью и встречи. И старались охватить как городские, так и сельские регионы. Также мы пытались охватить как обычные детские сады, так и специализированные детские сады. Поскольку, как вы знаете, есть целый ряд частных детских садов, которые в том числе охватывают и вопросы инклюзивности. Какие очень быстрые выводы? Ну, во-первых, те вопросы и те сложности, с которыми сталкиваются в данной теме, их можно свести в первую очередь к человеческим ресурсам, затем к материальным ресурсам и к подходам. Большинство учителей указало, что несмотря на то, что они им предоставлены возможности повышения квалификации, повышение квалификации в данной сфере происходит только в течение 72 часов каждые пять лет, и они вообще никак не касаются тех, связанных с инклюзивным образованием. И большинство этих курсов в основном теоретический характер носят и не включают никаких практических аспектов. И это не позволяет преподавателям реально использовать полученные знания, как говорится, в классе. То есть эти курсы очень короткие, не хватает книг, не хватает материалов. И преподавателям приходится покупать многие необходимые ресурсы за свой счет. А это, как вы понимаете, очень серьезная дополнительная нагрузка, как морального, так и финансового характера на учителя. Что касается ресурсов, конечно же, размер классов был одной из самых серьезных проблем. То есть большинство групп было 20 или больше человек. И представьте, когда такая большая группа человек, большой класс или большая группа, и есть ребенок с ограниченными возможностями, возникают дополнительные проблемы. Также негативное отношение является одним из выводов, которых мы пришли. Причем как со стороны учителей или воспитателей. Некоторые, например, наверное, не знали, что такое инклюзивное образование. А некоторые даже вообще нам задавали встречный вопрос, а что такое инклюзивное образование. И даже та терминология, которую они использовали, когда отвечали на наши вопросы. Например, они говорили здоровые дети или больные дети. То есть использовали вот такую терминологию. Конечно, это говорит о том, что очень много времени и усилий нужно посвятить тому, чтобы добиться реального сдвига, реальных изменений в знаниях, подходах и в понимании этой проблемы. Что касается инклюзивного образования, то восприятие инклюзивного образования было на очень низком уровне в очень многих случаях. И многие понимали инклюзивное образование просто как дополнительная помощь тем, кто имеет специальные возможности. И это, конечно, очень ограниченное понимание того, что такое инклюзивное образование. Далее. Некоторые преподаватели, им не хватало знаний, они не имели опыта работать с такими детьми. Также еще какая критика со стороны учителей была. Мы понимаем, что есть учебная программа только одна. И нет никаких дифференцированных стратегий, нет никакой гибкости в учебной программе, которая позволяла бы учесть потребности детей со специальными возможностями. Также мы задавали вопрос о том, были ли включены в штат школ и детских садов тьютеры. И в некоторых школах вообще не было тьютера или учебного ассистента. Даже в тех случаях, когда было несколько детей со специальными возможностями. И вообще программа тьютера в Казахстане на данный момент не признана и не является частью образовательной системы. Тьютеров воспринимают просто как некоего человека, который сидит рядом с ребенком со специальными возможностями и все. Также нам преподаватели многие указывали на негативное отношение со стороны родителей других детей. Детей, которые не имеют специальных возможностей. И многие родители высказывали опасение того, что обучение их детей страдает от того, что рядом находятся дети с ограниченными возможностями. И некоторые говорили, что да, можно работать с детьми со слабыми или средними дополнительными возможностями. Также родители не знали, с кем можно консультироваться, куда можно обратиться при возникновении определенных проблем. И все вот эти вот сложности были высказаны преподавателям. Но, конечно, преподаватели высказали и плюсы инклюзивного образования, что, например, дети все-таки учатся относиться с симпатией, и жалеть таких детей, принимать их такими, как они есть, детей с ООП, а также, что у детей развивается толерантное отношение к детям, к ООП. Кроме того, в сфере коммуникации, в сфере взаимодействия многие учителя указали на то, что они проводят мониторинг отношения родителей, и то, что не нужно бояться таких детей. И, конечно, школа играет ключевую роль для того, чтобы донести этот месседж до сообщества, до общества. И, конечно, существующая система диагностики, существующая система, она больше основана на модели инвалидности, а не на инклюзивности. И вот здесь я перечислила результаты, предварительные выводы. Но я думаю, что мое время истекло, к сожалению. Да, пожалуйста, несколько слов еще у вас немножко есть. Делать некое резюме. Ну, резюме такое, что да, мы вывели целый ряд, целый багаж негативных отношений. И это означает, что нужно усиливать обучение профессионалов, работников этой сферы. А это требует в том числе и дополнительных ресурсов. Ресурсов для работы не только с учителями, но и с родителями. То есть отношения, обучение и ресурсы, включая человеческие ресурсы и материальные ресурсы. Вот, собственно, те ключи, ключевые факторы, которые мы считаем необходимо учитывать. Большое спасибо, господин профессор, за вашу презентацию. Да, действительно, стоит упомянуть, что хотя концепция инклюзивного образования еще в прошлом веке была озвучена. Тем не менее, профессор прав, что терминология все еще используется другая. И от терминологии очень многое зависит. Поэтому большое спасибо. Нет сомнений, что для реализации инклюзивного образования необходимо иметь профессиональных работников. Что было сделано в Казахстане, чтобы предоставить инклюзивное образование? Ответ на этот вопрос будет дан следующим спекером, Зульфиёй Муфкибаевой, профессором Казахского национального педагогического университета, доктора педагогических наук, профессора. Госпожа Зульфиа, пожалуйста, слово ваше, у вас 10 минут. Абсолютно согласна с уважаемым профессором Филис Полот. И, наверное, как раз продолжу в этом же русле. И хотелось бы сказать о том, что, наверное, в процессе инклюзивного образования действительно самую, наверное, ведущую роль как раз играют, естественно, педагоги. И привела в пример цитаты Гордона Драйдена, Джанета Восса о том, что мир меняется. Могу сказать и о том, что система образования также меняется. Но вот подготовка педагогов к вот этой системе образования несколько в данном случае отстает. Почему я так говорю? Хотела бы обратить внимание на мое видение. Ну, в общем-то, это видение практически всех казахстанских дефектологов, которые и ученых, которые считают, что происходящая сегодня ситуация, когда вопросы обеспечения инклюзивного образования, вопросы организации инклюзивного образования почему-то в основном возлагаются на двух специалистов. Это на самого педагога общего образования, на учителя и на специального педагога-дефектолога. Я не буду сейчас говорить вообще о не совсем правильном понимании, наверное, и узком понимании инклюзивного образования, которое сегодня сложилось. Я думаю, это эволюционный этап, и возможно, что мы наконец придем к пониманию вообще разнообразия и любого школьного класса и так далее. Но вот здесь вот хотелось бы больше обратить внимание, что на самом деле для полного хорошего взаимодействия, конечно, и качественного инклюзивного образования, конечно, необходимо воздействие сразу же нескольких специалистов, и каждый из них, выполняя свои роли, как, например, учитель-логопед исправляет речь, психолог, очень хорошо было бы, если бы он решал возникающие как раз-таки огромные проблемы и те, о которых сейчас говорил уважаемый профессор, да, и восприятие вообще детей с ограниченными возможностями и с особыми потребностями, да, и установление контактов с родителями, и коммуникация в классе, да, огромное количество вообще задач, которые стоят, и мы ждем вот от того, чтобы это, конечно же, выполнял и помогал психолог. Социальный педагог, тьютор, педагог-ассистент, вот только в этом взаимодействии, возможно, что потом подключатся и еще другие педагогические кадры. Сегодня я говорю только о педагогических кадрах, да, это вот то взаимодействие, которое на самом деле должно было бы привести к вот тому успеху, которое, в общем-то, мы ждем, да, в инклюзивном образовании. Ну, что сделано? Надо сказать, что это действительно эволюционный путь, и начиная с 2010 года Казахский национальный педагог университет начал предпринимать попытки вот именно по внедрению. Пока была подготовительная работа, с 2012 уже была включена дисциплина инклюзивное образование, пока как дисциплина по выбору, но затем очень медленно, но тем не менее, показав результаты этой деятельности, да, потом эту дисциплину на Республиканском учебно-методическом совете приказом по УМНИАБЭ было рекомендовано включить во все типовые планы, учебные планы, извините, всех педагогических специальностях. На основании чего это делалось? На самом деле до этого проводились уже достаточно интересные, на мой взгляд, да, в рамках докторских диссертаций, исследования по готовности, ну, мы говорили больше о школьных педагогах, да, поскольку это была одна из самых таких проблемных, наверное, в то время ситуаций, исследовали вообще, насколько готовы были школьные педагоги вот вообще к включению детей с ограниченными возможностями в общеобразовательный процесс. Так вот, исследования показывали, что, конечно, существует огромное количество штампов в отношении детей с особыми образовательными потребностями, заниженные представления вот о уровне когнитивных и вообще образовательных возможностях детей, страхи, причем встречали явное либо вот такое латентное сопротивление. Порой это объяснялось вот как раз таки будто бы интересами самих детей с ограниченными возможностями, что лучше им будет все-таки в специальных школах там и так далее. То есть таким образом мы все-таки видели вот некоторые сопротивления и, собственно, вот как результат в тот момент и была предложена учебная дисциплина, инклюзивное образование, имело к этому прямое отношение и, поверьте, действительно давалось это очень тяжело, потому что это обязательная дисциплина, включенная в учебные планы всех педагогических специальностей. Соответственно, как вы понимаете, это происходит всегда за счет чего-то, причем тот момент еще не совсем готовности, да, педагогической общественности был. На самом деле эта дисциплина в основном решала, как мы так постарались выделить, да, определенные этапы формирования и готовности педагогов к работе в условиях инклюзивного образования. Она решала только лишь задачи вообще ознакомительные с этими процессами, да, и кроме того формировала, ну, вот такие мотивационные ценности какие-то, принятия, толерантность, добиваясь пассивного и активного принятия идей инклюзивного образования. Понятно, что одна дисциплина на два кредита, она, кстати, существует и сегодня, все педагоги на третьем курсе сегодня изучают эту дисциплину, она не могла решить, конечно же, все проблемы и в данном случае, напоминаю еще раз, задача была вообще ознакомление с основными положениями, с идеологией, философией инклюзивного образования. И все же она решила определенные цели, опять-таки в рамках докторских диссертаций, проведенные исследования по вузам Казахстана, педагогическим вузам Казахстана. Было выявлено, что понимание вообще инклюзивных процессов, определенное все-таки, ну хотя бы не негативное, а положительное отношение действительно появилось, да, и очень важным явилось то, что педагоги стали понимать, что для всех детей должны быть созданы равные условия. Но такие вопросы, как адаптировать, как организовать, как адаптировать программу учебники, да, как организовать процесс, как отбирать технологии и так далее. И самое главное, приобрести практические навыки работы с детьми с особыми образовательными потребностями, конечно, было невозможно только лишь в результате этой дисциплины. И поэтому, опять-таки, на Республиканском учебно-методическом совете было рекомендовано включить с 2018-2019 учебного года подготовку всех общеобразовательных педагогов элективный модуль, состоящий из двух из трех дисциплин, который называется технологии в импульсивном образовании. В качестве рекомендации, могу сказать, некоторые вузы действительно приняли, стали использовать, да, включили эту дисциплину. Далее все же, я не буду здесь останавливаться, времени уже мало, хотелось бы сказать о том, что следующий шаг, который мы видим и постараемся продвигать, это все-таки наполнение всей подготовки педагогов, да, не отдельные дисциплины, а наполнение любой методики, любой дисциплины вот этим инклюзивным компонентом. Ну и существующие проблемы на сегодняшний день. Вот отсутствие этой комплексной подготовки, то есть одна-две дисциплины, полностью подготовить к этому процессу, конечно, не могут быть. Очень важным является то, что до сего времени, говоря об инклюзивном образовании, когда преподают эту дисциплину и так далее, говорят только о детях с нарушениями в развитии, о детях с ограниченными возможностями. До сего времени это является все-таки синонимами. Теоретизированный характер дисциплины однозначно, согласно, он еще наблюдается, хотя предпринимаются отдельными вузами очень серьезные попытки и организовать вот именно, привлекать практиков, организовать волонтерскую деятельность и так далее. Недостаточно учебных пособий, недостаточно методических материалов. Зачастую то, чем пользуются сегодня при подготовке педагогов, да, общеобразовательных, это либо российские источники, либо написанные самими преподавателями, да, опять-таки теоретизированные пособия. И зачастую там абсолютно другая нормативно-правовая основа, неправильные термины используются и так далее. И перспективные задачи, которые хотелось бы поднять сегодня здесь, да, я заканчиваю. Это первое, конечно, преодоление вот именно вот этой дефектологической направленности в инклюзивной подготовке. Хочу очень серьезно об этом сказать, потому что введение сегодня, и вот призывают к тому, чтобы вводить сегодня в некоторых вузах коррекционную педагогику, коррекционную психологию, либо еще какие-то моменты, на мой взгляд, вот оно не будет способствовать вот этому комплексному пониманию инклюзивного образования и еще больше свяжет инклюзивное образование как дефектологическое. Ну и то, о чем я говорила, чтобы это было все-таки комплексно-системное, да, понимание и формирование инклюзивных навыков, конечно, не одна-две дисциплины, а включение, в общем-то, во все вот это вот обучение. Конечно, волонтерская практика, конечно, активное привлечение к практическим занятиям вот именно в инклюзивных, дошкольных, школьных и так далее пособиях. Ну и, конечно, разработка пособий, учебников с нашим казахстанским компонентом, с нашим общим пониманием, которое есть. Последнее все-таки еще расскажу, что те проблемы, которые сегодня есть, я все-таки считаю, они идут не от того, что мы готовим так педагогов, а, наверное, от того, что и сама практика сегодня еще не разобралась полностью, что инклюзивное образование – это не только включение детей с ограниченными возможностями в общий образовательный процесс. Спасибо большое за внимание. Спасибо, Зульфия Ахмедвалиевна, за вашу презентацию. Действительно, вы заметили, мне то, что понравилось, то, что вы подняли вопрос, то, что мы обучаем в университете, это все у нас теоретизировано, отсутствует именно практическая часть. И то, что в данное время подготовка кадров, она охватывает только узкую специальность, и она не комплексная. Спасибо вам еще раз. Так, уважаемые участники конференции, разрешите представить следующих спикеров. Вы знаете то, что мы живем в цифровом веке, и как информационные технологии вообще могут улучшить нашу жизнь. Сегодня я приглашаю основателей проекта «Озен». Они разработали мобильное приложение для родителей с особенностями развития. Приглашаю Асем Тажиеву, Дану Маметалину и Марию Ипполитову. Спасибо. Запусти пока видео, пожалуйста. Многие родители, узнав о диагнозе ребенка, в первую очередь обращаются в интернет, где их встречает изобилие непроверенной информации. Объединив исследователей, экспертов и юристов в области инклюзии, мы создаем приложение «Уземплатформа», которая даст родителям возможность самостоятельно делать первые шаги к пониманию особенностей развития и здоровья детей на раннем этапе. К настоящему моменту с помощью грантов Фонда социального развития Назобаев университета мы провели исследование, которое определило информационные потребности родителей, привлекли специалистов и уже разработали бета-версию мобильного приложения. В дальнейшем мы планируем продолжать насыщать платформу актуальной информации, расширять функционал приложения, предусмотреть возможность привлечения средств с помощью взносов. Наша цель – охотить родителей со всех регионов Казахстана, особенно отдаленных. Приложение «Уземплатформа» – это новый подход к продвижению инклюзии. Восполняем пробел в знаниях, возможностях, правах. Всем доброго дня. Меня зовут Атемта Жива. К сожалению, видео не могу подключить. Если можете подключить, пожалуйста. Сегодня мы вам презентуем мобильное приложение «Уземплатформ». «Уземплатформ» – это некий хаб, площадка, платформа для коллаборации родителей, детей с особыми потребностями раннего возраста, для экспертов в области раннего развития, для профильных специалистов в этом направлении, особенно в раннем вмешательстве, для исследователей в области инклюзии, для работников реабилитационных центров и инклюзивных детских садов. Наша самая главная цель – это расширить знания родителей, повысить их осведомленность через объединение исследователей в области инклюзии, через экспертов педагогической и медицинской коррекции и особенно специалистов в раннем вмешательстве через мобильное приложение «Уземплатформ». Как наши профессора говорят, «A Standing on the Shoulder of Giants». То есть мы в первую очередь обратились к международной литературе. Как видите, международная литература отмечает важность, необходимость помочь родителям как материально-финансово, так и знаниями, ресурсами. И самое главное, литература подмечает, насколько важно раннее развитие и раннее вмешательство для того, что для становления самого человека и его личности. Прежде чем приступить к исследованию, мы провели обзор литературы и для себя установили тему исследования. Это исследование информационных и ресурсных потребностей родителей детей с особенностями развития. Наша основная целевая аудитория – это, естественно, родители детей с особыми потребностями, но и в то же время специалисты, которые также работают и с родителями, и с детьми. Мы определили фокус группы, мы провели интервью, как видите, в разных регионах Казахстана. Это были онлайн-интервью с фокус-группами на казахском языке, на русском языке. Также мы разговаривали со специалистами из разных регионов, собрали качественные данные. Используя качественные данные, мы сделали опросник, который смогли отправить через чаты и так далее. Итак, что содержал наш опросник? Мы могли его отправить в Google Forms по электронной ссылке. Он состоял из 7 вопросов, 4 закрытых вопроса, 3 открытых вопроса. Мы могли охватить 112 респондентов. И все эти анализы были проанализированы с помощью исследователей в области инклюзии Камилы Ролан. Что же нам дал анализ результата данных ответов? Это чаще всего то, что родители используют недостоверные источники информации. Как видите, основная часть родителей обращается друг к другу через чаты родителей, обращаются в блоги, в социальных сетях, в разные статьи. И очень маленький процентаж родителей обращается к врачам или определенные проверенные уже источники информации. Также мы определили тематические рекомендации. Было неожиданно для нас увидеть, что родители больше хотят увидеть личные истории других родителей, получить некую мотивацию для них самих, получить информацию также от родителей других. Ну, еще и увидеть перечень доступных государственных услуг, научные статьи, рекомендации по диагнозам болезни своих детей, описание диагноза, особенных потребностей, правила и советы, как, например, оформить инвалидность и так далее, какие-то инфографики, скажем, информация про раннее вмешательство. И далее книги, как определить особенности развития, стандарты и нормы развития детей. Мы определили, что родители чаще всего хотят видеть ту информацию, которую ранее озвучивали, в виде видеороликов, коротких текстов, через полные тексты, это, например, статьи, да, через какие-то инфографики и даже через аудиокниги. Далее передаю слово Дане, которая расскажет нам про структуру, как мы привели ее в контент. Спасибо большое всем. Всем здравствуйте, меня зовут Дана. Сейчас я перейду туда, вот сейчас вы видите такую инфографику у нас. Это все на основе анализа данных, да, как мы распределили структуру приложения, да, что вот мы разделили ее на основные категории, вот видите их темно-синим цветом. Это особенности развития, да, такие диагнозы, отклонения и так далее. Также по навыкам, да, то есть это различные навыки, которые важно развивать в детях с самого начала, и так, чтобы родитель мог определить, да, стоит ли ему беспокоиться, в какую сторону ему идти, в каком направлении дальше двигаться. Услугодатели, права, да, тоже для родителей оказалось, что одним из таких важных аспектов это было их, знания и вообще в правах, да, на что они имеют право, как родители особенного ребенка, как оформить те или иные справки, да, или как оформить те или иные годы. Также мы выделили один из аспектов, это услугодатели, потому что чаще всего родители оказываются один на один и начинают в гугле, да, информацию в гугле искать, звонят там номерам, не всегда они отвечают, особенно, да, вот в условиях пандемии в 2020 году были только телефоны, и мы решили тоже получить туда контакты с угодателем по регионам, да, куда родители могут позвонить и проконсультироваться. Также статьи. Статьи здесь это больше как обзоры международных статей, так как уже ранее, да, спикеры даже упомянули, что чаще всего у нас опираются на российские источники и так далее, но на самом деле в мире инклюзии очень много различных сейчас идёт дебат, да, какие-то дискуссии вокруг разных тем, и мы хотели тоже вот этот вот пробел, скажем, знания восполнить, да, своими силами, вот, делать обзоры на научные статьи международных авторов. Также, как вот родители выставались о личной истории, да, что важно понять, ну, понять для себя, что он не один, почитать о историях успеха других родителей, да, что есть прогресс, что в любом случае есть будущее, и что можно что-то сделать, да, блог. Также форум, у нас есть форум, да, где родители могут пообщаться, задать интересующих их вопрос, найти специалиста и так далее. И также мы видели два блока, это видео, да, и также новость, у нас есть видео, где мы снимаем с профильными специалистами короткие ролики, да, там самые такие базовые навыки, которые родители могут сам применить дома. И вот на основе вот этого всего мы создали, вот, вы видите, дизайн, я скинула в чат ссылки, если что, вы можете прийти, ознакомиться, мы уже опубликовали их на форумах iOS и Android, и вот здесь вот сам дизайн и структура приложения, да, в принципе, вход, ну, как мы постарались его сделать так, чтобы это было очень интуитивно, очень простое по функционалу приложение, вы заходите, вы регистрируетесь. И также у нас здесь есть, как вы можете увидеть на четвертой картинке, это тип пользователя, да, есть родитель, есть специалист, есть организация. То есть чтобы у каждого, да, вот пользователя была свою определенную роль, и также здесь мы планируем, у нас есть система рейтинга, да, то есть родитель заходит, он может читать статьи, он может пользоваться практически всем функционалом, но у специалистов у организации немного по-другому, да, специалисты могут публиковать свои знания, да, делиться своими знаниями с родителями, и родитель, если он сходил с КВПК, получил там услуги, и у него есть что сказать, он может выставить рейтинг, написать комментарий, и то есть мы сможем анализировать по следующим, да, вообще вот эти вот услуги, и потом делать анализ по улучшению. Следом, да, у нас, да, вы можете получать уведомления постоянно, мы будем обновлять, сейчас только на ранних этапах у нас, мы допустились, мы разработали приложение, и мы каждый раз будем дополнять все это материалами, потому что это такая обширная очень область, и много, да, у нас еще в планах наполнять каждый из блоков. И так, как вы видите, да, мы разделили, мы усталили, на нарушения, навыки, ресурсы, да, это различные опросники, видеоресурсы, которые родители, в принципе, могут тоже, которые будут им полезны, услугодатели, база данных по Казахстану, права, по правам мы, у нас есть партнеры, это Кьюбала, они занимаются именно правовой консультацией родителей, да, детей с особенностями, и они согласились с нами работать и тоже предоставляют свои материалы, инклюзия, статьи, форум, и также у нас есть блок для мамы, где мы будем публиковать статьи больше такой психологической поддержки, да, какой-то вот такой вот, для мамы это старый рисунок, прошу прощения, у нас он для родителей, да, мы, как мы говорим о инклюзии, мы не, да, то есть папа и мама, любой родитель, опекун, бабушка, дедушка могут пользоваться этим, это много старый, еще на начальных этапах там разрабатывали, вот, да, и вот здесь вот видите статьи, вы можете зайти на приложение, скачать, прокрутить форум по регионам, да, у нас выборка, вот, в принципе, оно очень простое, интуитивное, и оно на двух языках, на казахском и на русском, нам максимально будем стараться заполнять наше внимание. Да, у нас совсем не осталось времени, я благодарю вас за... Да, буквально, секунду, да, и вот мы приглашаем к сотрудничеству, все заинтересованные стороны, наши партнеры, и вот спасибо вам за внимание. Спасибо вам большое за разработку такого приложения, я думаю, считаю, что это очень актуально. Одной из проблем, с которым мы столкнулись, когда мы работали именно с детьми с особыми нуждами, это у нас была профориентация, я бы вот вам, как разработчикам, пожелал бы, чтобы вы включили в этот приложение тоже некоторые моменты по профориентации, то есть по окончанию школы, где могут они, куда они могут поступить, где они могут себя реализовать, такой информации на данное время, к сожалению, отсутствует. Спасибо вам еще раз. Спасибо. Хороший комментарий, да, наш изначальный просто от нуля до трех, и мы в последующем планируем, конечно же, расширяться на более старших детей. Спасибо большое. Спасибо. Уважаемые участники, разрешите пригласить следующего спикера, Салтанат Мурзолинову-Яклеву, руководителя Центра социальных инклюзивных программ с докладом «Формирование инклюзивной среды в школе». Коммуникация и преподавание в инклюзивном классе. Прежде всего я хочу сказать о том, что класс, в котором находятся и обычные ученики, и нормотипичные ученики с особенностями, это несколько другая экосистема, нежели класс только с нормотипичными детьми, потому что здесь мы говорим о более сильной разнице между способами познания, между способами управления информацией, которую получают ребята, как они ее применяют. И необходимо выстраивать коммуникацию. Чем старше, тем сложнее это все делать, потому что если мы говорим, например, о начальной школе, то гораздо проще выстроить все в формате игровой деятельности. Однако старшие классы, они переходят уже к более серьезным целям, таким как анализ, синтез, оценка. И естественно, что для многих ребят с ментальными особенностями это становится довольно сложно. Поэтому мы говорим о том, что необходимо перестраивать урок в пользу, может быть, более каких-то командных видов работ, может быть, в пользу более основанных на том, чтобы захватывать интересы, внимание и понимать, что у многих ребят с особенностями эмоциональная волевая сфера работает таким образом, что самостоятельно пробудить интерес к теме им довольно сложно. И проанализировать, и сделать вывод, что мне эта тема нужна для того-то и для того-то. То есть это становится самостоятельно невозможным, им нужен некий донор такой энергетический, который поможет им включиться, поможет сконцентрировать внимание. И такими донорами становятся ребята с нормативичными ребятами. И вот два важных тезиса, которые мы используем в своей работе. Основная цель обучения – это не только накопление учеником определенной суммы знаний, умений, навыков, но и подготовка школьника как самостоятельного субъекта образовательной деятельности. То есть задача эта состоит в том, что как у нормативичных детей, так и у детей с особенностями, она в том, чтобы научить ребят самостоятельно добывать эту информацию, а потом самостоятельно ее применять. То есть нет необходимости просто дать материал и проверить, насколько механически они его запомнят. И по сути дела, все, что хотят родители, если мы смотрим глобально, то они хотят, чтобы после школы ребенок был максимально самостоятельным, чтобы он мог поступить, мог устроиться на работу, мог каким-то образом найти себя. И, соответственно, перед особенными ребятами стоит задача. Второе, о чем мы говорим, что коммуникация – это передача информации посредством языка других знаковых действий. То есть мы помним, что наша все-таки основная задача в образовании – это организовать коммуникацию между ребятами нормативичными и детьми с особенными обязательными потребностями и организовать эту коммуникацию между педагогом и всеми детьми. Почему это так важно? Потому что мы часто наблюдаем, поскольку консультируем различные школы, наш центр консультирует, мы наблюдаем, что нередко дети с особенностями просто остаются, то есть они физически находятся в классе, но не включены в работу никаким образом. То есть коммуникации как таковой нет между педагогом и детьми с особенностями, между детьми в классе. И поэтому говорить вообще о достижении каких-либо академических задач до того, как сформирована эта коммуникация, до того, как она стала двусторонней, эффективной, и все участники коммуникации поняли друг друга, говорить рано. То есть, конечно же, речь является самым универсальным средством коммуникации. Это понятно. Понятно, что должна быть высокая степень общественности и понимания. То есть если у нас класс инклюзивный, то должна быть некая общая идея, когда и нормативичные дети понимают, что от их включенности, от их введения, от их атмосферы, от их степени старания зависит и динамика у детей с особенностями. Когда все ребята понимают о том, зачем им эта тема, как они могут ее в жизни применить, где она вообще живет в жизни, эта тема. Вот оно, горение. Мы изучаем явление горения. И где это горение в жизни, в квартире и так далее. И это очень важный момент для многих детей с особенностями, потому что когда они включаются и понимают, как это соотносится с жизнью, у них появляется реально понимание, зачем им это нужно. Поскольку основной тип мышления детей с ментальными особенностями наглядно-действенные, но никак не абстрактно-логические. И поэтому нам нужно организовать эту наглядность, эту действие, если быть простым языком. При помощи речи осуществляется к одному декодированию информации. То есть тут такой момент, что самый частый тезис, который мы слышим от педагогов и от детей наринотипичных, я не понимаю, я не понимаю, о чем он говорит. Он не понимает того, что я менталью. То есть вот это непонимание, оно становится основным камнем преткновения по организации учебного процесса. То есть вот дальше мы не идем, если педагог считает, что ребенок не понимает, если ребенок не понимает педагога, он говорит каким-то другим языком. Поэтому нам так важно в самом начале, как мы думаем, очень важно, чтобы педагоги понимали физиологические процессы, как именно происходит процесс декодирования информации у ребенка с ментальными особенностями, в частности у детей, например, с расстройством аутистического аспекта. И вот выводы, на которые мы опираемся, первый, значит, вывод, это образовательный процесс, это процесс коммуникации. То есть предметом коммуникации является совместное действие по узнаванию и применению нового. То есть это не односторонняя коммуникация, вкладывание информации просто в голову ребенку и формирование какого-то там пласта знаний. Это именно совместное действие, когда ребята буквально добывают эту информацию, когда они вместе ей интересуются, когда они видят ее в жизни вокруг. Второе, чтобы коммуникация была успешной, необходимо достаточно высокая степень общественности понимания между общающимися. То есть мы не можем говорить о успешности инклюзивного образования, если у нас нет высокой цели понимания. Прошу прощения, да, я нахожусь в школе, поэтому у нас такая работа. Так, с текущего слайда. Значит, следующее. Дальше. При организации коммуникации надо учитывать все виды коммуникации, и вербальные, и невербальные. И необходимо понимать, например, у нас учатся дети, которые не пользуются достаточной степени вербальной коммуникации, например, ребята с синдромом Дауна, но они активно пользуются жестовым языком, например, или картинками и так далее. Алтонат у нас заканчивается время, можете? Да-да-да, педагог должен учитывать. Буквально в нескольких словах. Хорошо, педагог должен учитывать обязательно, что ребенок хочет общаться и это поддержит. Вот, и, значит, самое главное, да, что я хочу сказать, что вот мы используем три вида работы, парная, командная и работа с родителями, и мы считаем, что если вот эти виды работ будут организованы, будут использованы в организации инклюзивного урока, то мы получим замечательный результат в Казахстане, и все будут вовлечены на самом деле. А это главная задача инклюзивного урока. Большое спасибо. Я еще раз спасибо, Алтонат, за вашу презентацию. Я еще раз хочу поблагодарить всех наших спикеров за освещение данной темы. Сегодня мы обсудили очень важные темы, касающиеся инклюзивного образования. У нас, к сожалению, мы должны закончить нашу сессию. Времени для вопросов у нас не остается. Спасибо всем. Желаю всем удачи. Желаю, чтобы у нас в Казахстане инклюзивное образование реализовывалось на высшем уровне. Спасибо всем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин